Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу очень классный и вкусный рецепт. Это рыбка. Рыбка будет в кляре. У меня на данный момент ментай. Мы ее купили в брикетах. Она получается, ну, прям очень-очень вкусная. Кляр такой прям вкусный. И готовится всего ничего прям быстренько. Только единственное, что ждать, нужно рыбку размораживать в самом обычном, самым простом, простым способом. Не в микроволновке, а просто выложил и ждать. Так воды меньше будет. Я свою рыбку размораживала вот таким способом. Просто прикрыла. Сейчас я разделу и покажу, какие там кусочки. Вот этого кусочка раза на два. Ну, или, может быть, на три. Пускай всего на два, потому что я не знаю. Может быть, там внутри еще льда много. Хотя написано без льда. Ну, как замороженная рыба, может быть, без льда. Правильно? Сейчас я достану ее. Она, конечно, замороженная. Она мне уже, наверное, часа три лежит. Размораживается. Вот еще никак не до разморозится. Жарить я ее так не могу. Вот. Сейчас я ее разделаю. Ну, в принципе, кусочки так более-менее. Вот. Да, там, конечно, один лед. Ладно, сейчас я ее разделаю. Покажу, сколько же у меня таких кусочков получается. Кусочки разные у меня получились. Я промыла рыбку холодной водой. На ней, в ней еще лед. Некоторые прям замороженные. Вот. Пускай стекает. Сейчас немножечко постекает. Я туда, значит, добавлю приправы для рыбы. Перемешаю и пускай дальше стекает. Как раз после того, как я промыла рыбку в холодной воде, как раз сейчас и лед до конца может растает, я приправку положу туда, подсолю, перемешаю. Как раз рыбка пока в таком состоянии, да, она влажная. Как раз вот эти все, все, все пряные, вот этот вот вкус вот этих пряностей. Здесь написано 13 трав, овощей и специй, морская соль. Не знаю, я уже, как можно увидеть, да, пользовалась ей. Мне понравилась эта приправа. Ну, а в принципе другие приправы тоже неплохие. Сейчас я ее высыплю, перемешаю, подсолю чуть-чуть рыбку. Как раз вот она разморозится. У меня осталось не особо-таки много. И пока рыбка будет у меня делаться, так скажем, засаливаться, да, пока она будет засаливаться, я приготовлю, приготовлю для нее кляр. Сейчас я все это перемешаю. Как раз вот она, вот, влажная такая вот. Сейчас она вся, вот, ай, какой аромат стоит. Прям вообще, уже прям так даже хочется съесть. Кусочки разные, вот от таких вот, такие, есть просто вот такие, а есть такие разные, разные-разные кусочки. Я их буду прям так целиковые, целиковые прям жарить. Сейчас я, ну, как я и сказала, что я не всю рыбку буду жарить. Я сейчас в приправе-то, вот она полежит немножечко, которые рыбки мне не нужны будут, я их сложу в пакет, просто вот так вот положу друг на дружку. Они уже у меня будут приправленные, заправленные, так скажем. Так, положу в пакетик и все, и уберу. Останется мне просто потом достать этот пакет, также вот ее разморозить, вот, подождать, чтобы она стекла. И все, в кляр и на сковородку. Больно гоже. Так, как, скажем, заготовка, да? Вот у меня рыбка перемешанная. Сейчас я вот такую покажу. Вот, рыбка перемешанная. Она, конечно, да, хорошечина надо еще, чтобы она разморозилась. Ну, ничего страшного, у меня торопиться некуда. Пускай стекает, пускай размораживается. Что ты там мяукаешь? Я тебе давала, с приправой рыбы тебе нельзя. Да, кисть? Да, выглядывает. Ну, да выглядывает. С приправой рыбы ему нельзя. Я давала без приправа. Так что он тоже полаканился рыбкой. Я про всех не забываю. Угощаю всех. После того, как я рыбку вот так вот, скажем, так замариновала, вот еще там стекла, вода, бульон, да, с нее. Сейчас еще минут 15 и все. Сейчас я эту водичку солью минут 15 и все. И можно уже будет рыбку жарить в кляре. Рыбке-то что надо? Она быстренько раз-раз и все. Такая вот рыбешечка. Кляр для рыбы незамысловатый. Два яичка, немного соли, щепотку соды. Размешиваю. Сейчас добавлю муки. Буду добавлять муки до такой консистенции, как на блиночке. Вот оно, какое должно получиться. Вот это все уже полностью готовый кляр. А вот сейчас вот немножечко юмора. Тесто, я сказала, как на блины. Это получается. Я буду делать рыбу в блинах. Да ладно, шучу. Это действительно очень вкусный кляр получается. Тогда немножечко, чуть-чуть маслица растительного добавила. Ну, получается, да, получается, как на блины такая вот консистенция. Кстати, вот мне тоже нравится вот этот же рецепт кляра. Вот только яблоки. Вот порезать яблочки. Ой, трясется. Порезать яблочки. Значит, но только кляр должен быть чуть-чуть погуще. Не так, как на блины, а, например, как сметана. Вот такой вот кляр. Яблочко, вот эту маленькую долечку. Обваливаешь здесь на сковородку и получается тоже очень вкусно. И также, кстати, и бананы. Я пробовала банан. Режу вот по тоненьким таким маленьким. Тоже обмакиваешь, поджариваешь. Получается прям обалдеть. Вкусно. И еще, кстати, если это потом припудрить сахарной пудрой, то получается такая вот очень вкусная вкусняшка. Но вкусняшки есть вкусняшки. А мы с вами готовим рыбу. Кстати, мне очень понравилась эта сковорода, которую я себе заказала на день рождения. В эксплуатации она октябрь-ноябрь, но месяц. И мне нравится. Кляр уже постоял. Рыбка тоже уже маленечко подстекла. Сейчас я буду жарить. Ничего, в принципе, сложного нету в том, как обжаривать рыбу, как в кляр макать. Вот я ее полностью так вот погружаю. Вот так вот. И все. И на сковороду. Так вот. Следующая. Вот так я выложила в хороотичном порядке. Теперь поджарю с одной стороны и с другой. Выкрутся второй. Сейчас поджарится. Кстати, крышкой я не накрываю. Жарю без крышки. Первые уже пожарились. Я могу вам открыть, разрезать, показать. Вот. Даже пара еще идет. Такая вот рыбка получается. Очень вкусная. Такую рыбку можно подавать с чем угодно. Хотите с картошкой, хотите с рисом. Да и с макаронами тоже подойдет. Ну а я буду готовить с картошечкой. Вам приятного аппетита. И нам приятного аппетита. Как тебе? Вот. Это означает, что вкусно. Да? Это очень вкусно. Спасибо. А еще и понятно. Ну да. Рыба это кальций. Мясо тоже хорошо. Ну а вам я желаю отличнейшего настроения. Всего самого-самого наилучшего. Скоро Новый год. Вы уже, надеюсь, загадали свою мечту. Она обязательно сбудется. Если в это обязательно. Прям верить-верить. Обязательно сбудется. Всех люблю. Целую. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова